Поэтому, да, вот это есть то место, где приносят, где приносят елочку, елочку, может быть, соберусь, другой раз приду, сделаю вам интересное видео с елочкой, вот сюда поставлю, вот здесь, видите, столб, да, вот, там делаю, штырком каким-то сделаю ямочку и елку поставлю, ну, давайте, может быть, через какое-то там время это сделаем, да, вот, поэтому, поэтому, ребята, значит, значит, да, Да, и католики вот это все помогли, вот, и, пожалуйста, и пятидесятники заносят елочки, да, гей-президент, ну, дальше идем, да, вот эта дружба католики-католики, и у нас еще давайте, я, конечно, я понимаю, что я сейчас рассказываю, ну, я первый раз, тоже, ребята, извините, я здесь первый раз так стою и на русском, и как могу, так говорю, да, но все это чисто выходит из меня, да, как вы видите, вот, и, значит, Значит, из сердца, из сердца, да, и, значит, смотрите, как с этими католиками, у нас в Латвии, да, было христианском радио, наконец-то, наконец-то, понимаете, все здесь верующие в Латвии, да, принимали католиков там 30 лет, у нас есть христианское радио, есть там шеф, шеф этого радио, хозяин, да, И он там с католиками дружил, и этих католиков там приглашал, и передачи вел, или вели, да, и все это делали, да, вот, и, значит, не знаю, как это все дружба была, как они не видели, что католики-еретики, и культ Марии, и, то есть, сатанисты, это от дьявола, понимаете, Прикиньте, католики по Библии, по этому учению, что они там учат, и как они действуют, и делают все у себя, да, мы понимаем, что они идут в ад, да, и, прикиньте, если пятидесятники, или другие конфессии сидели за столом христианском радио 30 лет, и видят, видят, что эти люди, вот, там, ихний какой-то там тоже глава всегда приходил на радио, да, Ну, так за этой главой стояла конфессия вся в Латвии, и если это глава, значит, там ничего, ну, то есть, я даже не знаю, что можно сделать, чтобы, честно, я скажу так, я даже не знаю, что можно сделать, чтобы, там, католики вдруг отреклись, сказали, Извините, все католики Латвии сразу покаялись, и такая конфессия, я не знаю, или исчезла, или переименовалась, или как-то так, да, ну, то есть, ребята, ну, я такое не знаю, да, То есть, единственный путь, что я понимаю, что люди, которые там есть, и понимают, до кого-то, может, доходят, или дойдет это все, что они еретики, что они выедут, что они выедут из этого, что они выедут из этого, из, оттуда выедут, из этой большой блудницы, да, из Вавилона, как книга Откровения про это говорит, да, вот, поэтому, ребята, ну, вот, и они сидели за столом 30 лет, и буквально вот в этом году, что ли, там, вот, как, Видите, как интересно, после этого, что они приняли гея президента, там, несколько лет назад, в этом году католики, да, решили, ну, конечно, это Ватикан, они решили, значит, что, они решили, что, что можно геев и лесбиянок принимать, и венчать, и все вот такое дело, да, ну, и все, и как это наши узнали в этом христианском радио, Ну, вот, была передача, где они все были вместе, ну, и как прощальная, вот, вдруг все, там, типа, поднялись и сказали, там, вот, этот, который ихний, там, человек-представитель был, сказал ты, извини, но мы больше с тобой не по пути нам, да, нам с тобой больше не по пути Наша последняя передача, и лицемерие этого хозяина христианского радио, самая большая лицемерие, ребята, было, знаете, какое, что он сказал, ой, ладно, ты извини, мы с тобой больше вместе не пойдем, но ты нам остаешься хорошим братом Представляете, вы представляете, ну, насколько эта ересь, насколько дьявол перенял умы или дух, или душу, я даже не знаю, да, только что ты одной рукой выгоняешь его, только что одной рукой ты его выгоняешь, все, да, говоришь, нам не по пути, но прощаясь ты, говоришь, Рухой хлопаешь по плечу и говоришь, слушай, ну, ты брат все-таки, мой брат, ты брат, да, какой брат, если 18 глава книги, это говорит, что все, кирдык будет этим всем, да, этой блудницей, всей католической, и это будет миллионы или миллиарды людей, да, которые, которые, значит, под это попадают, под это местописание, да, вот, поэтому, ребята, значит, вот, с католиками такая ситуация, да, Значит, они приняли президента, свою, это, резиденцию, благословили, сжали руку туда-сюда, все это делали, да, вот, поэтому, значит, ладно, следующее было, что я рассказал, что их выгнали из этого христианского радио, да, но, значит, что еще могу сказать, что хит, как я скажу, можно сказать, хит такой, в этом году, 14 сентября, да, ребята, 14 сентября в этом году Одна из крупнейших церквей Латвии, ну, я не знаю, как они себе называют церковью, но по Библии, если мы видим, мы видим то, что, по Библии мы видим, что церковь Божия или церковь Иисуса, церковь Иисуса, да, То есть, смотрите, быстро объясню, вот, например, вы видите церковь Пятидесятников, вот они, например, думают, что они, ну, как сказать, что они все идут на небо, да, ну, давайте так, по Библии, по Библии не так Вот это, с этого здания или с любого здания в мире люди не пойдут все на небо, в вечную жизнь не пойдут Библия говорит, в вечную жизнь пойдут только те, которые покаялись, которые ученики Иисуса, которые не любят грех, которые не делают грех, Которые зашли через узкую калитку и продолжают идти по узкой дороге Это Иисус сказал, что на небо не попадет каждый, который скажет, ой, Господь, Господь, нет Он сказал только тот, который будет делать волю Бога, моего Отца, да, то есть волю по Библии, да, то есть, в основном это не грешить, не грешить, потому что грех нас отделяет Грех нас отделяет от Бога, от Бога нас отделяет ни цвет волос, ни национальность, грех, грех отделяет И ты можешь 10 раз называться верующим, ты можешь 10 раз называться пятидесятником или я не знаю, каким харизматом, психопатом ты можешь называться Ты можешь называться, да, ты можешь, но, ребята, Бог в Библии четко говорит, что нет, нет и нет Понимаете, поэтому в этой жизни мы должны понять, что не важно вот эта вивеска, не важно вот какое это здание Не все отсюда пойдут на небо, да, не все Поэтому церковь Божия есть такая, я так понимаю по Писанию, что может быть из этой церкви 5 человек, так, ну, прикинем, да, которые реально жили святую жизнь, да, они проводили в этой ереси вместе с этими тоже, да, я не знаю, вот не вышли, как я всем говорю, надо выйти из католиков, да, надо выйти из вот этих пятидесятников, да, это надо выйти из них, да, из-за всяких этих еретических учений, да, вот Ну вот поэтому церковь Божия есть несколько человек в этом городе, например, здесь 20 мест собрания, например, да, и по Библии я понимаю, что здесь отсюда, может быть, выйдут, не знаю, как я сказал, 5 человек отсюда, там 2 человека, там через вот 5 кварталов еще какое-то место, там где-то еще 1 человек, это где-то еще 2 человека, ну, то есть вот так по мире, по крупинке, да, церковь Божия, вот это церковь Иисуса, да, Она, это так не будет или так не может быть, да, что любая контора, ребята, любая контора в городе, да, понимаете, любая контора в городе, где, где, значит, пришли люди, да, в имени Иисуса, да, там что-то говорят, там что-то творят или говорят, творят, вытворяют, да, и они уже сразу все там верующие, и христиане, и... Погай, я вам видео и трансляция. Я здесь живу, я тебе вездаю, заносу не на свинц и мочек. Да, 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 да. Да, 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 да. Я не могу на свинцах. Да, 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 да. Погай, да, да. Я стову с правdes поводитом. Я не могу сказать. Нет, да, 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 да. Смотришь, что у тебя нет? И выrieblie, потому что ты увидишь стучку методов. Я которой изюблюсь, что у тебя с теми позже вытаскиваю. В pół Мене я вам изгид 되고. Смотришь, как я тебе помню, а я тебе не могу найти его по прическому месту. Ты резёжи, что у тебя будет т통но. А вы не будете делать это, я тебе издаты. Я думаю, что он вырождает lines. Попробуйте. И вас, контент, контент, да, ребята, вот видели, да, вот, значит, ну, как вы видите, я ему рот закрыл и говорил, объяснил, что я здесь стою на земле самоуправления, как это, городская земля, и я могу мегафоном говорить до 22.00, до 22.00, это закон позволяет, а после 22.00 нельзя, уже все, ночь, должна быть тишина, так что все верно. Да, а мужик хотел, чтобы я там заткнулся и туда-сюда, ну, то есть дьявол, дьявол, видите, прям как вот, вот это и есть по Библии, когда ты пойдешь проповедовать, как только что-то про Иисуса, о Иисусе, да, сразу дьявол, дьявол, жлые духи на подъем, на подъем, да, вот, пожалуйста, они спали, 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 а тут в один момент сразу Луцифер говорит, подъем, и вот духа, вот, видите, как подняли через человека, ну, вот так, прям, прям при вас, да, вот, видели, да, так что, хорошо, ребята, и продолжаем, значит, продолжаем про этих католиков, что, значит, марш, вот, вернемся 14 сентября, католики и марш Иисуса. В Латвии, в Латвии, одна из большой этой церкви, как я говорил, да, ну, она себя так назвала, ну, и думает, что она церковь, да, они организовали, организовали, значит, там, по-моему, первый раз, по-моему, первый раз это было в Латвии, да, могу ошибиться, но организовали, подняли народ, да, много, 150 разных других контор, да, разных других контор, но в основном вот этих всяких вот, ну, в принципе, я не знаю, может быть, всяких из всяких конфессий, да, подняли, но, и, значит, что там было, меня выгнали, я же был в Риге, марш, 14 сентября назывался марш Иисуса, да, марш Иисуса, что, мол, ну, я даже не знаю, цель какая была, это глупость, это глупость, да, скоро вернемся к тому, что эти люди не спасают душ, эти люди не спасают, вот здесь, которые сидят, да, понимаете, вот здесь, которые сидят, находятся, да, где эта беда есть, как я сказал, номер один, президент гей, второе, дружба с католиками, с врагами Бога, и третье, это, само собой, уже вытекает, что они не идут спасать людей, да, они здесь, как вы видите, собираются, они здесь собираются, и у них есть такие песни, у нас там все хорошо, и Бог наш благ, и Бог наш хорош, и благ, и благ для нас, для нас, у нас, для нас, и все эти песни вот такого рода, Бог нас, а я им всем, там, иногда и захожу в чат, или в стрим, прямой трансляции, и иногда пишу, ребята, когда вы выйдете на улицу, и скажете, вот это погибающему Ялгаву, вот, видите Ялгава, город, я не знаю, 40, 50, 60 тысяч, сколько тут осталось этих латышей у нас, вот, город умирает, вымирает, как я всем сказал, да, да, извините, мы вернемся к маршу Иисуса тоже, сейчас быстро это скажу, да, и, значит, они, они, они в городе умирают, я там даже поехал в городской этот морг, морг, где умерших привозят, да, судмедэкспертиза или как, да, я там снимал ролики, что каждый день, всем говорил, что в мире статистика есть, что через каждые три секунды, через каждые три секунды в мире умирает какой-то человек, в каждую через три секунды в мире, во всем мире умирает, да, и в Латвии в том числе, и никто не идет, потому что, знаете, что сейчас будет, эти люди выйдут, эти люди выйдут, поедут домой по своим домам, потом они пойдут 5-6 дней на работу, и они опять сюда вернутся, понимаете, и, пожалуйста, а им здесь хорошо, песенка хорошая, все нормально, видите, машины тоже неплохие, довольно жирненькие так, да, ну, не в обиду никому, да, неплохо живут, да, но Ялгава погибает, и как я всем сказал, этого, канал, вот этот Евангелие в последнее время, да, Евангелие в последнее время, канал, где Игорь Багиров, который тоже в Америке живет и идет проповедовать всем пропавшим душам, да, он все время говорит такие слова, каждая душа, которая умерла без Иисуса, это, значит, как он там говорил, зря прожитая жизнь, то есть ты все вернуть не можешь, ты ничего не можешь вернуть, ничего, человек умер, все поздно, 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 я в прошлом месяце, не помню, два, три, четыре раза был в центре города и проповедовал Ялгаве погибшим грешникам, да, и я вот эта семья, Божие Слово, это как семья, да, я эта семья, ну, сеял, сеял на русском, старался, делал, потому что Иисус тоже сказал, идите, проповедуйте всей твари, если мы посмотрим Евангелие, все четыре Евангелия про это говорят, да, идите и проповедуйте, поэтому наш президент Геринкевич тоже, да, ты за него можешь молиться, пока ты там сдохнешь, как я говорю, сдохнешь, и президент не покается, ему надо Слово от Бога, ему надо Евангелие, а Евангелие начинается такое, ты грешник, ты в этой ночи умрешь, ты пойдешь в ад, потому что грех Адама и Евы, это твой грех, и грех приносит смерть, а смерть приносит твою, как говорится, участь, да, ты уходишь в ад, да, то есть грех, смерть, ад, вот, это должен слышать, например, если говорить про нашего президента, да, вот, поэтому я тоже, как я говорил, я в своем городе, сколько здесь мог, проповедовал, да, ходил, и эта семья, семья сеял, и потом только Бог знает, сколько людей, сколько людей, и когда покаются, потому что Библия говорит, как и Игорь сказал, да, ни одно слово зря, ни одна буква зря не пропадет на этой земле, ты, например, сегодня там скажешь, как я вот стоял там, яйцами меня кидали, и что только там не делали, да, я здесь стоял в городе, и на Хэллоуинах там вот этим яйцами мне бросали, когда был Хэллоуин, день Хэллоуина, я проповедовал, бросили яйцо, и вот такое, и всякое другое там издевательство было, да, но я не знаю, когда вот эта семья, то, что эти люди проходили все мимо, они слышали, у меня был плакат там, грех, смерть, ад, грех, смерть, ад, а с другой стороны, только Иисус спасает, покайся, уверуй, только Иисус спасает, покайся и уверуй, да, поэтому, ребята, значит, я делаю то, что Бог говорит в Евангелиях, иди и проповедуй, и не то, что какую-то там Иисусик тебя любит, приходи, ты будешь здоров, у тебя будет много денег, Бог жену даст, Бог там семью, жену, дети, ну, короче, Бог тебе сейчас как шестерочка в ресторане по меню, так, мне, пожалуйста, заносите это, 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 да, вы понимаете, что Иисус сказал в Евангелиях, что у него, что у него не было места, как он сказал, птицам есть гнезда, да, лисице есть нора, да, так было, да, а он сказал сыну человеческому негде голову положить, да, и вы понимаете, помните, где Иисус родился, где Иисус родился, он родился вместе со скотом, да, со скотиной, как это, в хлеву, что ли, на русском, да, вот, поэтому, ребята, да, и в Латвии, значит, про это Евангелие, в Латвии у нас такое Евангелие, да, вот, в основном это Евангелие в Латвии у нас, да, такое, где есть вот это деньги, деньги, здоровье, значит, деньги, здоровье, благополучие, процветание, ну, в общем, ну, все на блюдочке, вот все, Иисус, а Иисус, истинный Иисус, истинный Иисус, в Библии и Евангелиях сказал, что меня гнали, вас будут гнать, меня ненавидели, вас будут ненавидеть из-за моего имени, да, вы будете гоними, вас будут унижать, убивать, истреблять, все самое плохое с вами будут делать, да, понимаете, вот, ребята, так что истинное Евангелие такое, и в Латвии это истинное, не проповедуется, поэтому это, значит, марш Иисуса, мы вот потихонечку дошли до него, этот марш Иисуса, марш Иисуса, было издевательство, где эти, как я сказал, да, некоторые, как вы видите, здесь тоже много машин, да, но это не показатель, Библия что говорит, да, в Риге есть вот эта большая церковь, там Прековест, там Радостная Весть на русском, если перевести, называется, да, в этой церкви, значит, они организовали и думали, что, ну, сейчас что-то покажут, да, они хотели быть, как я уже один раз сказал, они хотели быть крутыми, крутыми, да, но они прошли по городу, и в том мероприятии сломали мой плакат, где я, где я, мой баннер, да, где я был с этим, с плакатом, где было написано, что Евангелие, процветание, это, 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 это ересь, это ведет людей в ад, да, и вот на этом мероприятии меня сломали плакат, напали на меня верующие, которая была женщина конкретно одна, и прикиньте, там же был такой призыв, приходите все в белом, все в белом, чтобы, понимаете, белая, ну, типа мы там, не знаю, ну, что означает белая, ну, в общем, давайте все в белом, там, чистыми, да, и вот эта женщина в таком белом, снежном костюме на меня и напала, этот плакат сломала, оказывается, ой, длинная история, извините, что, может, кому-то неинтересно, но, ребята, я хочу это вам рассказать, что, значит, из контори, который проповедует в Латвии, вот это исцеление всем деньги, всем Мерседес, всем и, скажем, чуть не вечную жизнь здесь на земле, да, вот, есть у нас такие кадры, вот поэтому, ребята, вот такой коктейль, такой собрался 14 сентября, харизматы, психопаты, вот все эти, которые, как Библия говорит, что вы многие, многие меня не знаете, вы не покаявшиеся, вы погибшие, да, но мы можем библейскими терминами говорить, вы там вот белые снаружи, как эта церковь, видите, как Библия же говорит, разве не говорила, что вы как эти, как гробы, что ли, белые, там, как на русском, да, а внутри, что все гнилое, гнилое, нету ни любви, нету истинной любви, я вот здесь тоже, например, что я видел, замечал, да, как я сказал, эти факю, средние пальцы мне показали, а, на прошлой неделе я тоже здесь был, мужчина, который вот на этой Хонде едет, вот напротив меня Хонда, он же напал на меня, да, напал на меня, там, буклетиками закрывал камеру, закрывал там свое лицо, и хотел меня остановить, да, и старался, но я, конечно, вы сами видите, не сдаюсь, да, мне рот не закрыть, поэтому я не замолчал и продолжал вещать, да, вот, поэтому, ребят,